друзья всем привет с 21 по 24 ноября в москве пройдет форум главное и на этом форме будет премия главные мужчины я номинирован в области производства и торговля друзья поддержите меня пожалуйста пройдите по ссылочке проголосуйте за меня мне очень нужна ваша поддержка и я рассчитываю на победу без вас конечно же мне никак поэтому пожалуйста проходите по ссылочке выбирайте меня как победителя и до новых встреч спасибо друзья но увидимся уже на форуме буду рассказывать вам как там дела ну что друзья мы вам все про искусственный интеллект да про оптимизацию вот за моей спиной живой реальный объект на который мы приехали если взять человека часы дом собирали два спины дня один монтажник и один подсобник работала два дня два дня кран и еще полный окра дом интересен тем что он уже монтировался практически в существующую благоустроенную часть территории и здесь еще есть вот линии электропередач есть вышка то есть все все очень нагромождено но тем не менее мы смогли смонтировать здесь с помощью спецтехники и сюда заезжала шаланда с панелями чем сегодня мы бегло пройдемся посмотрим как выглядят наши дома сразу должен заметить что это был полностью проект заказчика их творчество это была семья они придумывали как будет выглядеть этот дом здесь мы были полностью ограничены скажем так фундаментом потому что уже по моему был фундамент готов нам нужно было в пятно вписаться так заходим смотрим окно что сказать друзья зеленый цвет интересный меня в принципе все устраивает я не могу сказать что мне что-то не нравится в плане цвета здесь довольно просторно эти бывали справедливые замечания по поводу того почему не сделать на одном уровне ну с одной стороны да но здесь заодно появляется больше возможности что-то например прогерметить так далее как обычно классно проклеенные профессионально сделанные монтаж окон этот дом еще термоудит не проходил еще раз всем хочу напомнить что каждый наш дом в обязательном порядке проходит термоудит термоудит выявляет какие-то притоки воздуха неточности в сборке которые можно устранить когда дом еще вот в таком состоянии хочу обратить ваше внимание смотрите у нас все швы прогермечиваются то есть сегодня дома стали еще более герметичными когда будет термоудит мы узнаем какой будет коэффициент но тем не менее я знаю что для айгара коэффициент 0 5 и ниже это уже его стандарт качества по назначениям сейчас ничего не скажу как какие для чего помещения здесь главное просто нам посмотреть качество собранных панелей меня в целом все устраивает какие-то детали которые мы видим мы для себя фиксируем и на будущее их стараемся устранить если вот в массе ты смотришь понимаешь что это смотрится смотрится немножко странно мы стараемся это 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 как-то устранить пленочка красиво натянута аккуратненько раньше вот у завода был момент ребята немножко не натягивали пленку то есть она была провисала утеплитель ровненько вставлен на самом деле посмотрите как аккуратно вставлен теплитель вообще просто вот один к одному просто вообще не докопаться а теперь еще представьте что у нас будет перекрестное утепление то есть вот эти вот мостики возможные потенциальные мостики холода они еще и перекроются здесь окошечки все приоткрыты но это правильно то есть пока дом строится обязательно окна должны все быть открыты потом когда он соберется должна работать своя система приточной утяжной вентиляции либо просто приточные клапана вот хочу кстати обратить ваше внимание насколько плотно стоит дом к дому но вид отсюда открывается необычный вот 10 кстати вы можете увидеть каким инструментом мы используемся при монтаже вот у нас такие есть специальные уши которыми мы крепим панели пола и за них их поднимаем важный инструмент потому что панели пола они не имеют мест крепления то есть мы их прям за уэсби вот здесь крепим и в за уэсби поднимает второй инструмент это стяжки то есть это для того чтобы панель с панелью стянуть допустим нам нужно вот щель нам нужно и стянуть то есть мы сюда забиваем сюда забиваем и начинаем стягивать она работает как трещотку ну и конечно же друзья наши любимые конструкционные саморезы крепко дорогая история но мы не экономим потому что вот конструкционные саморезы это самое лучшее что может быть при сборке домов по каркасно-панельной технологии при фар здесь главное не экономить каждый стоит к крыло самолета рублей по 10 15 что еще хотел бы отметить смотрите у нас интересные изменения ребята вот здесь и стали делать отступ то есть раньше у нас вот эти дощечки сходились одна с другой потом от монтажников поступило предложение сделать отступ то есть я на самом деле думаю что отступ можно еще увеличить таким образом чтобы здесь помещалась лента ну вы понимаете для чего это нужно да для того чтобы когда вы проклеиваете у вас был доступ сюда в крайнем случае можно всегда вырезать здесь кусочек и проклеить если вдруг необходимо но ребята настолько научились делать качественно монтаж что сейчас при монтаже панелей сразу же герметится здесь специальный герметик который не боится ни холода и не разлагается от солнца вот они проклеивают каждую панель между собой герметят и получается качественный шов который не надо проклеивать то есть представляете если бы еще каждый шов надо было здесь проклеивать это был бы ужас конечно хотела ваше внимание обратить что у нас здесь лежат куски пленки помните я на производстве показывал что эта пленка никуда не будет выбрасываться эта пленка в дальнейшем будет использована когда будет делаться перекрестное утепление как раз эти ленты они будут прижимать утеплитель чтобы он не вывалился когда будут делать отдел и потом сверху на эти пленки уже набьют либо накрутят саморезами и проб поэтому возвращаясь к технологичности и экологичность нашей технологии мы максимально делаем это экологично у нас мало мусора после нас то есть обычно пол газели только выводится остальное все не мусор поэтому эта технология очень экологично в этом проекте не стали делать забивные сваи по причине того что у клиента здесь подпорная стена и она просто стоит под собственным весом то здесь нету никаких связующих веществ и если бы начали колотить у него было опасение что вот эта подпорная стена может обвалить да 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 именно поэтому здесь использовали винтовые сваи хотя я честно говоря не всегда их не всегда их не рекомендую больше поэтому такая особенность о какой цвет смотри какая она брутальная просто офигенно вот здесь вот прям круто видно насколько она хорошо играет а в темноте она темнее становится такая щи просто огонь вот так она приходит как раз смотри наша доска сначала одна сторона другая страна между слоями бумажка причем бумажка такое ощущение что она у нас масляная до промашки чтобы не приклеивать все это на потом на отделку пойдет если краска кроище она дольше сохнет ребята там не выдерживает интервал верный выливается в то что по месту надо будет еще либо одним слоем либо нескольких слоев сразу по месту красть сейчас мы уже откорректировали этот момент и теперь от доска приезжает уже высушена но это опять же к разговору о том что зачастую нужно с поставщиком все это дело обсуждать свои какие-то замечания давать и контролирует что в итоге но сейчас я смотрю что покрашена хорошо сегодня мы возьмем отзыв настоящий отзыв у собственника он расскажет как проходил процесс что понравилось что не понравилось мы посмотрим с вами что же в итоге получилось погнали хозяин собственник этого дома александр александр приветствую вас приветствую очень интересно ваш опыт расскажите что понравилось что не понравилось как вообще нашли нашу компанию подписан на ваш канал был еще когда вы занимались разными другими вещами техникой техникой да читал отзывы вообще смотрел как все происходит как все развивается мне это впечатлило я уже посмотрел пока ехал историю кстати говоря очень классно когда есть чат и мы можем отмотать назад и посмотреть вообще все с чего все начиналось когда проектировщик был в чате когда вот все эти мысли мучения разработки шли-шли-шли-шли-шли и потом хоп и результат чат это полезная штука конечно общение происходило отзывчиво все отзывались на наши вопросы отвечали но я думаю что качеством дома вы довольны ну качество да качество это однозначно тут как бы вопросов нет ваше ожидание вот то что вы ожидали они оправдались увидев этот дом уже в собранном однозначно да я бы сказал даже более чем одно дело это на проекте это посмотреть на картинку а второе когда ты уже видишь готовую конструкцию то есть это не тот самый случай когда ожидание реальности хуже а тут данном случае однозначно лучше да потому что я честно говоря не ожидал я я да я хотела что-то что-то вроде этого да но получилось что чуть чуть больше мы знаем что обычная реакция соседей на строительство такое быстрое строительство она бывает бурно типа ого тут вчера еще фундамент сегодня уже дома на именно реакция была кстати говоря такая не соседская не там люди которые изначально там присутствовали дали что-то видели как как что-то происходило просто приходили люди по делам когда пообщаться пятницу приходит с ребенком мама но обвязь обвязь как бы и все же понимают все же строили когда-то да это что ну после обязать начинается процесс то есть это куча опилок куча дров и приезжают они значит понедельник стоит полноценный дом с теплым контуром и с крышей ну я не буду мотом говорить блин ну вчера же еще не было ничего кто заходил сюда когда-то соседи понятно тут без вопросов они все видели и говорит что как-то быстро это дом проходил термоудит то есть совершенно официально как я уже декларирую всегда когда присутствовал приходит проходит термоудит это аэродверь дом продувался на аэродверь и коэффициент если я не ошибаюсь 025 друзья это почти в 20 раз лучше чем гост этот дом он практически пассивный если вот я сейчас по сторонам света не знаю но если здесь допустим больше южной стороны то конечно зимой будет тут конкретно тепло вентиляция это то о чем я говорил то есть она уже входит в комплект обязательно да 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 у грибочки у меня лежат коробочки отдельная потом после обшивки до блюда для чего мы это делаем потому что как я уже сказал дома сверх энергоэффективные когда идет ремонт и вообще когда человек живет в нем появляется пар этот пар никуда не девается и должен быть приток понятно что вытяжка происходит за счет вытяжных вентиляторов в туалетах либо в кухне а приток за счет вот этих клапанов поэтому это минимальная то есть я не хочу сказать что это достаточно это минимальное что мы можем дать в комплектации дом вообще по-хорошему нужно делать проект приточной вытяжной вентиляции ставить приточку у нас очень большие потолки и всегда где-то что-то можно нести плюс сейчас мы работаем с технологией коллекторной разводки когда идет не огромная труба утыка а много и маленьких по стенам сразу по стенам перегородках сразу она идет таким я уже понял еще еще ничего не обшито еще что-то реально термос без вариантов мир септика уже рабочий мы подсоединили все там когда уже воткнули в планину да и забыли вы шлифер вечером уже было что-то оставили загрузку утром приходим твою мать фишка в том что держится он зараза долго для такого случая даже этих вытяжек не хватило они хотя мне постоянно открыто я их не закрываю ничем-то мне не затыкаю они постоянно открыты будет честно сказать что не всегда все идет прям супер по плану и супер гладко тут вопрос как к этому относиться понимаешь ли ты это или нет если ты никогда сам не сталкивался с этим да то естественно ты не поймешь и будешь возмущаться и будешь там я в суд подам и все такое вы отвечаете за все но также вы связаны с подрядчиками которые могут подвести их он не один правильно я так понимаю что и фундамент и как бы этот самый но с фундаментом проблем не было там как бы добыла проблемка вот по брусу да по коньковому у нас подрядчики мы были в пике сезона но это очень да и очень там небольшой срок на самом деле это вот да была задержка по по производству был опять же я говорю мы немножко возмущались изначально конечно согласитесь что когда вы работаете с заводом даже если какие-то задержки они ну как бы морально легче воспринимается потому что нет ощущения что кто-то со всеми деньгами там где-то уже на кипре шоколадец во первых я опять же повторюсь что изначально я следил за вашим каналом да поэтому я как бы в принципе уже заранее знал кому обращался я был уверен что уж уж по деньгам там по каким-то да там не будет проблем я знал что он будет стоять в любом случае да возможно были задержки это ну неизбежно строитель который собирал этот дом до строители они нивелировались какие-то приятности вот эти вот которые ну такие легкие шероховатости до высший уровень молодец ну нам очень приятно что вам понравилось надеюсь что когда будут приходить к вам гости вы будете нашли к нас рекомендовать спасибо за такой развернутый честный ответ нам было очень важно важно пока строили люди спрашивали уже рекомендовали спасибо вам большое вам спасибо спасибо большое и хаусу так друзья ну что у нас здесь готовность полная к заливке полусухой стяжки хотел бы еще напомнить что в рамках комплекта наших домов полусухая стяжка всегда включена неважно какой у вас этажности дом один или два этажа для чего это нужно как я уже сказал это нужно для придания дому эффекта монолитности для того чтобы когда вы ходите дом не бухтел не болталась ничего не гремела вот здесь кстати тоже видно что такое вполне небольшое пространство но второй свет придает ему сразу много объема вот совсем скоро здесь зальется полусухая стяжка я вспоминаю балет вот и уже собственник начнет делать внутреннюю отделку я надеюсь что к новому году скорее всего уже здесь будет и тепло и отделка готова ну наверное через какое-то время мы обязательно приедем сюда и посмотрим что же в итоге получилось вот а я с вами прощаюсь увидимся в новых сериях если вас интересует строительство энергоэффективного качественного дома проходите вниз по ссылочке под этим роликом там будут все необходимые ссылки на наши источники пишите нам пишите в комментариях мы обязательно вам поможем до новых встреч пока